Пожалуйста, что меня хорошо слышно. Да, тебя хорошо слышно. Да, ну тогда, коллеги, наверное, предлагаю уже начинать. Кто задержался, я думаю, подключатся и зайдут в нашу дискуссию. Коллеги, хотелось бы в первую очередь всех поблагодарить, всех участников, за проявленный интерес к нашему продукту. В рамках сегодняшней веб-сессии мне бы хотелось поговорить о новых возможностях нашей аналитической платформы Foresight, которая является флагманской платформой нашей компании. И также проинформировать, что, наверное, аналогичные вебинары, аналогичные дискуссии, я думаю, в декабре или в начале января мы проведем по нашей продуктовой тематике, то есть расскажем о новшествах, которые появились в наших предполных продуктах, это форсайт бюджетирование, управление инвестициями и другие продукты. И также проведем отдельный третий дополнительный семинар по мобильной платформе. Поэтому всех заинтересованных лиц просьба следить за анонсами на сайте нашей компании. Я думаю, всем, кому интересно, могут также такие вебинары в ближайшее время посетить. Ну, если сфокусироваться как бы на... ...хотелось поговорить, наверное, о четырех основных направлениях. Это те новые возможности, которые появились у нас. А, это в рамках нашего инструмента конструирования и выполнения бизнес-процессов. Второе – это рассказать о нововведениях в рамках моделирования и продвинутой аналитики. Третья часть доклада будет посвящена изменениям и новым функциям в интерактивных формах ввода. Ну, и в завершении хотелось бы немножко рассказать о тех изменениях, которые нам удалось реализовать в части работы с данными вибративной памяти, а именно это с in-memory и кэшированием данных. С in-memory и кэшированием данных. Ну, прежде чем перейти уже непосредственно к демонстрации и рассказу, хотелось бы немного еще рассказать о наших текущих организационных процессах, подходах в рамках выпуска нашей платформы. То есть в настоящее время мы, соответственно, выпускаем платформу апдейтами, то есть апдейтами примерно раз в месяц. В месяц это промежуточные апдейты, в которых попадает тот или иной набор функциональности. Ну, я думаю, те партнеры или те клиенты, которые тесно с нами работают, в общем-то, по запросу, эти апдейты мы предоставляем для реализации проектов или предпроектных активностей. Я думаю, что все наши, в общем-то, все изменения, которые мы реализуем, они войдут в конечный дженерик-релиз, который мы планируем выпустить, примерно анонсировать весной, примерно в апреле на нашем ежегодном мероприятии Foresight Day. Но еще раз повторюсь, даже промежуточные апдейты, все заинтересованные лица по запросу могут получить через партнерский отдел, через личный кабинет партнера или, соответственно, через систему обращения. Ну, давайте непосредственно дальше перейдем уже непосредственно к первому нашему разделу, бизнес-процессы. Здесь, наверное, хотелось бы рассказать о трех важных изменениях. Подождите, секундочку. Коллеги, я, наверное, буду рассказывать. Моя коллега Алла Стольникова будет демонстрировать, показывать все изменения. Ну, в плане вопросов, я думаю, что, наверное, вопросы можно задавать и по ходу нашего рассказа в конце каждого блока, чтобы их не копить. Поэтому давайте предлагаю примерно следующий подход. То есть мы рассказываем про каждое из четырех направлений, и дальше в случае вопросов, вопросы обсуждаем. Значит, первое. Бизнес-процессы. В ходе по бизнес-процессам нам бы хотелось, наверное, анонсировать три, по нашему мнению, самых важных и ключевых изменений. А именно, это механизм ветвления, отправка email-уведомлений и возможность контроля исполнения сроков каждого процесса с точностью до минуты. Давайте начнем первое. То есть механизм ветвления. В рамках, соответственно, наших изменений появилось, помимо шагов, появился новый блок. Это различные типы шлюзов. То есть доступны параллельные шлюзы, включающий шлюз, включающий шлюз и так далее. То есть который позволяет нам достаточно гибко настроить не параллельные или последовательные бизнес-процессы, а процессы, которые по какому-либо условию имеют разные подветви, и в ходе их выполнения могут выполняться та или иная ветвь. Ну, например, там, я не знаю, самый простой пример. У нас есть процесс согласования юридического лица, да, который может быть как резидент, компания-резидент, да, как, например, компания, иностранная компания-нерезидент. Соответственно, такое условие, оно включается в исключающий шлюз, и в зависимости от признака, в зависимости от признака, да, бизнес-процесс идет или по одной, или по второй ветке исполнения. С точки зрения индикации на графе, на графе, да, то есть у каждого типа шлюзов есть свое обозначение, ну, соответственно, включающий шлюз, да, обозначен ромбиком с кружочком, да, и исключающий – это ромбик с крестиком, ну, и параллельный, да, это, соответственно, ромбик с плюсиком. Это, в принципе, полностью соответствует нотации BPMN 2.0, да, то есть все, соответственно, индикации мы берем оттуда. В случае исключающих и включающих шлюзов для определения исполнения или неисполнения в рамках экземпляра процесса того или иного шага, да, для каждого шага можно настроить условия, ну, условия настраиваются срочно гибко, то есть можно, соответственно, определить одно или несколько правил, добавить логику применения этих правил, то есть исключающие или включающие и, или задать равенство, неравенство или содержание, ну, в принципе, это наши стандартные как бы настройки, которые используются и в формах ввода в настоящий момент и в алгоритмах расчета, да, то есть можно задать правило, для каждого шага задается правило, ну, и, соответственно, дальше при выполнении это правило проверяется и тот или иной шаг выполняется или не выполняется. Сейчас на экране вы видите пример простого процесса согласования графика отпусков, да, этот пример мы специально настроили для данного вебинара, то есть процесс согласования отпусков состоит из четырех крупных этапов, это инициирующий первый этап, да, где, соответственно, или включен включающий шлюз, да, который определяет в случае, если этот этап, этот, вернее, процесс выполняется первый раз, первый раз, да, то это согласовывается руководителем и инициируется процесс. Если этап выполняется уже повторно, да, о чем соответствует правило, то руководителю происходит информирующее условие, да, дальше выполняется следующий шаг, второй этап это параллельный шлюз, то есть, ну, три условных сотрудника, в нашем случае это сотрудник один, сотрудник два, сотрудник три параллельно, то есть в обязательном порядке выполняются все три шага, они заполняют свой период отпусков. Ну и дальше, третий, четвертый этап, это происходит согласование графика с руководителем, который также или согласовывается, или в случае первичного поступления руководителю, вот второй шаг в третьем этапе, руководитель также заполняет график отпусков по себе. Ну и последний этап проверка, где выполняются также шаги по условию. С точки зрения исполнения этого бизнес-процесса, мы инициируем процесс, говорим, что этот график отпусков согласуется первично. Давайте посмотрим, как тот или иной шлюз реагирует на изменения. Ну то есть, соответственно, из включающего шлюза мы перешли на параллельные шлюзы. Параллельный шлюз выполняет три шага параллельно. Ну давайте эффективно выполним каждый из них. Выполнили первый, выполнили второй. То есть параллельный шлюз требует обязательного завершения всех параллельных шагов. Дальше мы переходим на согласование графика, где мы видим еще раз включающий шлюз, в соответствии с которым оба правила выполнены. Поэтому включающий шлюз также требует параллельного исполнения. Исключающий шлюз, то есть выполняется только одно действие из двух, которое соответствует правилам. Это именно согласование делом кадров, потому что согласуется первый раз. Соответственно, выполняется первый раз. Если бы было повторное, то активным был бы шаг корректировки графика, согласование делом, оно бы, соответственно, было неактивным. Вот таким образом можно создавать любые сложные ветвления. Сейчас, коллеги, мы отключим всплывающую панель, но, к сожалению, всплывает нижняя панель, что достаточно. Так. Да, все, вот, мы видим. Так, да, вот. То есть, таким образом у нас, соответственно, настраиваются механизмы ветвления по условию и разделению или расщеплению процессов. Следующий, давайте, пункт, про который поговорим. Ну, правило, наверное, сначала все-таки в конструктор вернемся. Следующий пункт, о котором бы хотелось поговорить, это появился новый тип шага. Новый тип шага – это отправка имейл-уведомления. Ну, или вообще новая возможность отправки имейл-уведомления. С точки зрения бизнес-процесса она может быть реализована или как отдельный самостоятельный шаг. Как отдельный самостоятельный шаг, да, это вы сейчас видите на экране. Вот, отправка имейл-уведомления, да. Основная его функциональность – это возможность, в общем-то, настроить формат отправляемого почтового сообщения. Задать адрес, кому будет отправлена, там, копию, скрытую копию, тему, письма, то есть указать текст, указать текст письма, вставить различные параметры, связанные с бизнес-процессом, да, например, номер шага, название, шага названия бизнес-процесса, его параметры и так далее, да. То есть вставить прикрепленный файл или картинку, или это может быть, например, экспортированный документ, да, ну и так далее. И так далее. То есть после выполнения, также, допустим, в теле письма, да, можно прямо вставить уровень сообщения, да, ну вот, например, что вы сейчас видите на экране, да, с конкретным указанием отчета. И, значит, при выполнении шага, при выполнении шага, при выполнении шага, процесс мы с вами уже запускали, да, вот мы сымитировали ситуацию, то есть пришло уведомление, пришло уведомление, в котором, соответственно, помимо текста, да, помимо текста, также представлена ссылка на требуемый отчет, который может быть вызван, который может быть вызван прямо из электронного письма, вызван на открытие. С помощью этой возможности можно настраивать следующий бизнес-процесс. Каждый шаг, допустим, сопровождающийся вводом данных, ему предшествует отправка email-уведомления, пользователь получает уведомление о том, что он должен ввести или согласовать данные, прямо из электронного письма нажимает на гиперссылку. Так, ну вот, соответственно, у нас пришло email-уведомление, в котором прямо расположена ссылка. Ну хорошо, значит, расположена ссылка, и прямо, в общем-то, можно эту ссылку, по этой ссылке можно открыть. Помимо отдельного самостоятельного шага, также, собственно, отправка уведомления может быть включена как отдельное событие на выполнение, завершение или отклонение шага. То есть можно не создавать ее отдельным самостоятельным шагом, а у существующих шагов любого типа, неважно, это редактирование данных, согласование, то есть все шаги, которые выполняются в ручном режиме, да, можно настроить событие, которое является событием, может быть, двух типов, да, двух типов. Первое – это отправка email-уведомления, то есть отправка email-уведомления, которое может выполняться до, после или в случае отклонения шага. И выполнение произвольного фори-метода, то есть, например, это может быть не отправка сообщений, а включение какого-то дополнительного выполнения фори-скрипта и так далее. То есть это позволяет, в общем-то, каждый шаг любого типа сопровождать электронным уведомлением, формат и параметры заведения электронного письма точно такие же, как в самостоятельном шаге, да, то есть можно определить еще раз адрес, тему, тело, ну и так далее, да, и так далее. Вот, значит, это что касается email-отправки. Да, еще раз повторюсь, это может быть или отдельный самостоятельный шаг, или как параметр шагов другого типа при их старте или при их завершении или отклоне. Значит, последнее, третье, наверное, нововведение, важное, о котором хотелось бы также рассказать, это возможность увеличения дискретности частоты срока выполнения шага. То есть, ну, кто работал раньше с инструментом, наверное, помнят, да, что раньше ограничение было с точностью до одного рабочего дня, да, то есть вы дозадавали энное количество рабочих дней. Сейчас, в настоящее время, можно задать срок выполнения шага с точностью до минут, да, с точностью, ну, это может быть год, полугодие, квартал, месяц, там, час, как мы сейчас видим на экране, да, с точностью до минут. Вот, и также указать точное время завершения шага, да, то есть, например, выполнять его один день и завершить к 21.00, да, завершить к 21.00. Вот, это что касается, значит, контроля. Дальше, наверное, последний, дополнительный четвертый пункт, о котором бы хотелось рассказать, я думаю, можно будет по данному блоку бизнес-процессов задавать вопросы. Это появилась дополнительная возможность, которая связана в том числе и с блоком продвинутой аналитики, это возможность расчета, выполнения расчетов, да, алгоритмических расчетов, да, с помощью конструктора алгоритмов и также выполнения фори-методов на отдельном биосервере. То есть, в случае, когда ваш бизнес-процесс требует каких-то существенных больших вычислений, да, неважно, они зашиты в форе-скрипт, да, или как создательный алгоритм, вы можете включить опцию выполнения шага расчета, выполнения шага расчета, и тогда все ваши вычисления в рамках бизнес-процесса будут производиться на отдельных серверах, на отдельных производительных мощностях, что, в общем-то, не будет блокировать ваш сервер исполнения бизнес-процесса, а вся нагрузка уйдет на отдельные дополнительные ресурсы, аппаратные ресурсы. Так, с точки зрения, коллеги, наверное, с точки зрения бизнес-процессов, наверное, это все, что хотели рассказать, да, если есть вопросы по данному блоку, готов на них ответить. Если, да, есть вопросы, можно ли по событию на шаге бизнес-процесса вызвать сторонний код посредством обращения к API внешнего приложения? Да, я думаю, можно, то есть, смотрите, процедура следующая, для каждого шага можно определить события внутреннего языка программирования платформы, это фори, да, фори, а уже внутри фори, то есть можно, соответственно, выполнить те вызовы, да, тех, как бы, языков программирования, которые поддерживаются. Ну, например, дотнет, да, это питон, это ар, ну и так далее. То есть тут, получается, алгоритм следующий. Анна, какие-то еще были вопросы? Да, еще есть вопрос. Какие еще задачи можно решить таким образом? А таким образом, это что имеется в виду, это имеется в виду шаги ветвления или… Сейчас, секундочку, да, да, шаги ветвления. Ну, любой бизнес-процесс, да, который связан с разделением и работой, как бы, с разными вариантами исполнения, если, например, там, не знаю, параметр бизнес-процесса такой-то, то выполняем шаг 1, 2, 3, 4, если параметр такой-то, шаг 4, 5, 6, ну и так далее, то есть все задачи это можно решить. Ну, задачи, мне кажется, там практически половина или даже там 2-3 бизнес-процессов, которые я видел в своей жизни, они были связаны с разделяющими и объединяющими шлюзами. То есть когда один линейный процесс разделяется на подведки, да, подведки, дальше где-то объединяется, идет дальше и опять разделяется и так далее. То есть, ну, производственная сфера, там, финансовая сфера, я не знаю, там, HR, телеком, мне кажется, любая отрасль содержит в себе процессы, которые имеют в зависимости от разных условий, имеют ветвление и параллелизацию. Ну, в общем-то, вот, исходя из этого, эти основные, мне кажется, функции мы как раз сейчас в наш бизнес-процесс и заложили. То есть есть три шлюза, параллельные исключающие и включающие, ну, еще раз, параллельные все три шага выполняются, исключающие будет выполнен только один из всех, да, первый, который соответствует условию, ну, и включающие, это, соответственно, все, кто попадает под заданное условие. Например, есть три параллельных ветки, но выполняются, две из них удовлетворяют условию, два не удовлетворяют, соответственно, выполняются две ветки в случае с включающим. В случае с включающим из четырех выполнится вся только одна. И дальше любой процесс, связанный с разделением и объединением подпроцессов, может быть выполнен. Да, Анна? Да, еще есть вопросы. Для параллельных или последовательных шагов бизнес-процесса, возможно ли их автоматическое формирование на основе справочника? Например, не строго три сотрудника, а их перечень из справочника? Ну, если вопрос о том, то есть может ли он изменяться динамически, изменяться динамически, например, в процессе выполнения или по каким-то заданным условиям. Здесь, да, здесь еще как бы ранее, в принципе, мы эту возможность уже анонсировали в рамках нашего весеннего мероприятия Forsyth Day, когда первый раз анонсировали первый апдейт версии 9.2. Мы говорили о том, что в настоящее время наш бизнес-процесс поддерживает гибкое API, открытое программное управление, то есть, в принципе, генерироваться бизнес-процесс, он может как через GUI, который мы показывали сейчас, через конструктор управления, так и программно. Ну, естественно, как бы программно можно заложить любую бизнес-логику, это возможность генерации шагов на основе количества сотрудников и справочника и так далее. Это как бы первый вариант. И, наверное, второй вариант реализации такого кейса, такой бизнес-задачи, это возможность все-таки не генерить количество шагов, равное количеству сотрудников, да, не создавать в рамках конструирования бизнес-процесса. Шаг все-таки сделать один, но с точки зрения занесения данных, перенести это на уровень модели данных. И тогда, соответственно, отчет будет один, заходить будет, шаг будет один, но каждый сотрудник, заходя и управляя так называемыми АБАК-правилами, сможет увидеть в отчете, да, только свою запись, свою запись, а все остальные сотрудники для него будут недоступны. Спасибо. Еще вопрос. Можно ли в условии ветвления проверять не значение атрибутов, а значение, хранящееся в кубе? Спасибо. Спасибо. В первой версии заложена только возможность использования значений только из атрибутов. Но, в принципе, у нас в рамках следующих апдейтов запланировано такое требование, да, по возможности задания произвольного, произвольного правила, ну, задания произвольной формулы правила, да, это может быть куб, это может быть форискрипт, это может быть какое-то там, не знаю, логическое выражение, 2 плюс 2 равно 4, да, или равно 5, ну и так далее. Ну, еще раз, коллеги, повторюсь, да, то, что я говорил в начале, то есть текущие выпуски, текущие выпуски мы стремимся раз в месяц выпускать апдейт, промежуточную версию, промежуточный апдейт, да, нашей версии 9.2. Я думаю, что, я думаю, что ориентировочно, ну, в весне мы, соответственно, выпустим там, generic release, я думаю, наверное, будет 9.3, куда, соответственно, все эти апдейты выйдут. Спасибо, спасибо. Так, еще есть вопросы. Возможно ли задание имейл ответственного не жестко, а на основе правил, например, из того же справочника? В текущей версии, хороший вопрос, да, в текущей версии это сейчас у нас не поддерживается, но в планах такие доработки тоже есть. Спасибо, спасибо, Константин. Так, еще есть вопросы. Если роль ответственного – это группа, то почтовое сообщение придет всем пользователям? Нет, наверное, все-таки не так. То есть ответственный и адресат письма в текущей реализации – это два разных свойства, и они не связаны между собой. То есть у нас есть в планах также работы по созданию возможности и функциональности делегирования задач, да, где, соответственно, у каждого ответственного там А появятся заместители, да, и альтернативные уполномоченные ответственные. И также в рамках этого требования, то есть в планах есть возможность ассоциации пользователя, да, ответственного и его персональных данных. То есть телефон – это электронная почта, да, может быть, там должность и так далее. Но в настоящее время, то есть пользователь и получатель письма – это пока две самостоятельных опции. Спасибо. Еще вопрос. Можно ли добавить условия, по которому для завершения шага сотрудникам будет требоваться подписание ЭЦП? Электронной цифровой подписью? Да. Ну, видите, с точки зрения нашей позиции как вендора, здесь, наверное, все-таки работа с ЭЦП пока это больше проектная практика интегратора. Почему? Потому что электронных цифровых подписей, а конкретно их программных реализаций много, да, много. Каждая компания использует свою с одной стороны, с другой стороны – это внешние библиотеки, которые легко подключаемы к нашей платформе, да, то есть есть определенные там проектные практики, проектные практики. Поэтому здесь, наверное, с точки зрения поддержки по ЭЦП в продукте, ну, такие планы у нас, если и были, мы их обсуждали, то это все-таки не тактическая, больше стратегическая, да, дорожная карта. То есть это планы там на, ну, какую-то определенно далекую перспективу. И работу с ЭЦП мы рекомендуем все-таки нашим партнерам и интеграторам выносить в рамках решения уже проектной задачи. Ну, все возможности для этого, я считаю, то есть в нашей платформе есть. Есть, как бы, события, да, по завершению шага, может также через определенный скрипт отработать события и необходимый, необходимый, необходимый файл, да, подписать. Например, отправить его на электронную почту с подписанным ЭЦП. Спасибо. Еще один вопрос. При отклонении на шаге согласования возможен ли возврат на произвольный заданный шаг или этап? Ну, на произвольный нет, на самом деле, то есть это не, в том числе и не допускает нотации BPMN 2.0. Почему? Да, потому что на произвольный шаг, ну, соответственно, как только мы перешли на, реализовали возможность ветвлений и расщеплений процессов, да, то есть произвольный шаг, он становится крайне затруднителен. Его расчет иногда он даже и невозможен. Почему? Ну, представьте ситуацию, то есть у вас шел процесс, дальше по какому-то условию, например, как вот задавался вопрос там, да, по значению из куба, из куба он разветвился и пошел, например, во вторую ветку, дальше эти три ветки слились и пошел процесс дальше. Значение в кубе, например, уже поменялось, да, например, уже поменялось и дальше на шаге номер 150 пользователь говорит, хочу вернуться на шаг номер 15, который находится как раз в тройственном разветвлении, да, который по значению из куба. Значение в кубе уже другое и вернуться на этот шаг просто невозможно, да, то есть возникает как бы конфликт бизнес-процесса и на самом деле, то есть вот нотации BPMN, да, такой возможности она исключается. Поэтому здесь мы придерживаемся такого же мнения, поэтому у нас сейчас есть возможность, а, или отклониться на предыдущий шаг, или отклониться на первый или последний шаг в случае, ну, последний шаг у нас сейчас в работе, да, под процесса, то есть если это какой-то встроенный процесс, да, и он, по сути, или выполняется целиком, или откатывается на самый последний шаг процесса, ну, или полностью респортануть, да, то есть перезапустить бизнес-процесс, вернуться в самый его первый шаг. И с точки зрения, еще раз повторюсь, выбранной нами нотации, это полностью соответствует поведению, указанному в официальной нотации. Да, Анна? Да, есть еще одно замечание. BPMN 2.0 позволяет перейти в любое место на этапе создания процесса. В данной реализации возможно только или на шаг вперед, или на шаг назад. Так ли это? Ну, то, что я говорил, это, в общем-то, было уже все-таки не про шаблон процесса, да, не про конструирование, а про исполнение, да, то есть выполнение экземпляра. Ну, и в плане выполнения экземпляра, ну, действительно, да, то есть, наверное, нотация при конструировании нотация позволяет, но при исполнении она не разрешает такие переходы. А в нашей текущей реализации, то есть при переходе у конкретного экземпляра, да, действительно, то есть или шаг вперед, или шаг назад, или первый или последний шаг под процесса, или самый первый шаг всего процесса целиком. То есть в текущей нашей реализации, такова. Опять же, повторюсь, это не для шаблона, да, при его конструировании, а для конкретного экземпляра с конкретным набором параметров при его исполнении. Ну, если я правильно понял вопрос. Анна? Коллеги, спасибо за ваши вопросы. Больше вопросов нет, Константин, да. Ты на все ответил. Ну, хорошо, да, коллеги, если тогда по первому блоку проговорили, предлагаю перейти к следующему блоку. Это блок продвинутой аналитики. Продвинутой аналитики. Ну, здесь, соответственно, хотелось бы рассказать о пяти основных направлениях наших работ, да, в рамках нашего последнего периода. Ну, это первое, это проведение расчетов на сервере BI, да, то есть если кто помнит и знаком с нашей технологией конструктора моделей и алгоритмов, да, конструктора моделей и алгоритмов, его исполнение в предыдущих версиях, оно полностью выносилось на клиентскую часть, то есть на клиентскую часть, пользователь, запускающий процесс, ну, в случае, если был десктоп-версия, расчет производился на десктоп-клиенте, да, на запускаемом случае, если это производилось, как бы, на расчет, например, через веб-интерфейс, да, оно полностью происходилось на том BI-сервере, к которому веб-клиент был подключен, да. В рамках первого нововведения это появилась возможность выноса расчетов на отдельный, на отдельный сервер BI, да, то есть, например, если у вас какие-то существуют существенные сложные или высоконагруженные расчеты, их можно вынести на отдельную рабочую станцию, на отдельный сервер и, соответственно, там выполнять. Ну, этот инструмент у нас, как бы, сейчас применим как отдельных ритмов, так и, например, используется в бизнес-процессах, да, об этом, в общем-то, мы в самом конце рассказа про первый блок показывали, да, то есть при включении опции выносить на отдельный, там указывается соответствующий IP-адрес BI-сервера, ну, указывается отдельный IP-адрес сервера, да, он прописывается в конфигурационном файле, да, об этом, ну, в справке можно почитать, в справке можно ознакомиться, да, я думаю, на технические детали я здесь останавливаться не буду, да, и, соответственно, это выполнение, этот процесс можно выполнять. Дальше давайте уже непосредственно перейдем к демонстрации, да, перейдем к демонстрации. Непосредственно, наверное, хотелось бы маленько поговорить о, первое, это дата зависимых формулах, дата зависимых формулах, сейчас, секундочку, коллеги, мы пока обновляем экран, да, о дата зависимых формулах. Ну, как, наверное, многие наши партнеры, коллеги помнят, да, то есть, там, где-то год, примерно два года назад мы анонсировали первую версию платформы, форсайт платформы 9.1, да, в нем мы показывали сквозной пример, в том числе и разные примеры визуализации, да, и все, наверное, помнят, ну, наш уже ставший классический дашборд, да, с распределением организаций, который в том числе и на уровне визуализаторов поддерживал версионность и дата зависимость данных, да, то есть, например, сейчас вот в центре экрана мы видим карту Южного федерального округа, да, ну, и события, связанные в 2014 году с Крымской весной, да, например, картографическое отображение Южного федерального округа, она с 2014 года изменилась, да, то есть, если до 2013 года у нас присутствовало 6 субъектов федерации, да, это Краснодар и так далее, то, соответственно, с 2014 года уже в соответствии с нашим административным территориальным отделением, да, количество субъектов, оно пополнилось на 2 субъекта, это Крым и Севастополь, да, такой возможности в рамках отчетности, в рамках вот последних наших апдейтов, да, такие же возможности мы реализовали и в алгоритме расчетов, и в том числе в формах ввода, а именно это поддержка дата зависимых формул, да, дата зависимых формул. Как это выглядит? Ну, вот, например, на такой же, такой же пример, да, а именно расчет агрегированного вала в оригинального продукта Южного федерального округа мы попытались, не только простенький пример, мы пытались реализовать в рамках алгоритма, да, для этого создали отдельный расчетный блок, создали формулу расчета, который вот у региона Южный федеральный округ, да, рассчитывает значение вала в оригинального продукта, значит, для каждой формулы теперь в случае, если она является дата зависимой, покажи, пожалуйста, да, то есть, соответственно, для каждой формулы можно определить опцию, является ли она ее формула расчета для разных периодов различная, в случае включения данной опции мы имеем возможность добавить, ну, или отредактировать текущие периоды расчета, то есть, добавить, например, новый расчет, да, новый, вернее, период действия формулы, ну, и определить формулу для этого периода, да, например, в данном случае ВРП определяется в годовой динамике, да, собирается Росстатом, ну, и, соответственно, до 2013 года мы видим, как эта сумма представлена шестью, да, шестью субъектами Российской Федерации, а уже начиная с 2014 года до конца расчета это представлено, добавилось Крым и город Севастополь, да, ну, пример, наверное, такой, очень, как бы, простой и упрощенный, но, на мой взгляд, как бы, кажется, показательным, соответственно, вот такие датозависимые формулы можно сейчас в рамках алгоритма определять, да, в рамках алгоритма определять. Это могут быть, ну, опять же, там, тематика может быть, применение формул разное, финансовый сектор, там, производственный, госсектор, я не знаю, там, изменение формы отчетности, РСБУ, МСФО, производственный процесс, любая методика, которая завязана на разных периодах. Например, последняя налоговая реформа – это введение того же изменения налога на добавленную стоимость, также может быть решена. То есть поддержка зависимых форм. Следующий, третий, большое интересное нововведение, которое у нас появилось – это возможность работать и решать задачи линейной и нелинейной оптимизации. Причем как на основе собственных математических аппаратов, которые встроены в нашу платформу, так и с подключением внешних солдеров. Что здесь появилось нового? Ну, первое, у нас, соответственно, появился новый тип блока. Новый тип блока – это блок оптимизации. Так, мы открыли граф на просмотр. Сейчас, секундочку, мы его переоткроем на редактирование. Так, ну ладно, давай, наверное, в принципе. Понятно. Так, ну вот появился новый тип расчета – это блок линейной оптимизации, который, соответственно, как отдельный самостоятельный блок существует и в то же время может быть встроен в существующую цепочку расчета. Ну вот, например, сейчас в примере, который мы показываем на экране, да, то есть видна решение транспортной задачи по оптимизации движения товара через транспорт, через железнодорожный транспорт, да, через железнодорожный транспорт. Соответственно, в рамках расчета используется около 10 расчетных блоков, да, это мы можем видеть в дереве слева, да, там, ну, рассчитывается предварительный расчет, это считается матрица штрафов за простой вагона, да, уточняется, там, матрица за отправленные вагоны, например, пересчитываются тарифы, если это необходимо, да, дальше промежуточные полученные результаты расчета попадают в уже оптимизационную задачу, да, ну и после решения оптимизационной задачи, то есть приближение к определению целевой функции, да, и выполнение тех краевых условий, которые представлены, которые вот представлены, ну, соответственно, полученный результат, он также может быть досчитан, ну, например, там, определены суммарные какие-то агрегированные значения, там, расчет остатков, недоехавших вагонов, сломавшихся вагонов, там, ну, и так далее, да, неполученный результат. С точки зрения, как бы, конфигурирования и настройки, ну, это как и предыдущие типы, типы блоков расчета, это конфигурационный мастер, конфигурационный мастер, да, он также может быть параметризирован по параметрам, То есть, например, какие типы вагонов, какие точки отправления, достижения и так далее. То есть он может быть параметризирован по набору параметров. Следующее, то есть определим как раз тип метода расчета, то есть или это внутренний или внешний подключаемый расчетная библиотека. Например, в рамках текущей пока поставки мы реализовали два внешних солвера. Это бесплатный open-source на LPSolve и в рамках этого режима подключили солвер Гуроби. Мы с коллегами по приглашению данной компании, то есть недавно ездили к ним на конференцию, более детально, глубоко изучили. Коллеги предоставили нам определенный тестовый период, тестовую лицензию. И, соответственно, в рамках этих взаимодействий нам удалось также такой солвер подключить. Следующее, ну и указывается база данных, куда, соответственно, будут сохраняться все результаты. Значит, следующая закладка мастера – это определение целевой функции, то есть указывается критерий, считаем мы целевую функцию на минимум, на максимум. Поддерживается задача целочисленного переменных или, в общем-то, переменных с дробной частью. То есть, ну, понятно, так как здесь железнодорожный транспорт, он уходит целыми вагонами, по полвагона в поезде никто никогда, наверное, не видел. Ну, определяются разрезы, определяются разрезы, формируется целевая функция, да, целевая функция. Можно сразу посмотреть внешний вид целевой функции, да. Ну, в данном случае представлен у нас линейный вид. Ну, и дальше задаются различные краевые условия, в общем-то, ну, принцип такой же, как и конфигурирование там расчетного блока, блока агрегации и так далее. То есть, вы задаете все необходимые параметры в виде мастера, вот, допустим, задаются там ограничения, да, которые могут задаваться или вручную, или быть подключены как внешний источник. Ну, и все, в общем-то, сконфигурировав такую оптимизационную задачу, получив ее математическую модель, вы можете ее, наверное, без проблем импрометировать в наше решение. Так, это блок линейной оптимизации. Дальше, наверное, хотелось бы поговорить о третьем направлении, о четвертом направлении, на котором мы работали. Это возможность применения механизмов параллельного вычисления, да. То есть, например, представим себе ситуацию, вот, в продолжении нашей тематики железнодорожных вагонов, да, и штрафов за простой. То есть, представим себе, что мы производим расчет там по какой-то однотипной формуле. Покажи, пожалуйста, как формула. Ну, это по однотипной формуле для всех вагонов. Ну, эта формула может быть как простая, там, 2 плюс 2 равно 4, так какая-то более сложная логически. Например, там, если время в простое там больше двух дней, то такой-то штраф, если больше 10 дней, такой-то штраф, да. То есть, ну, представим себе, что мы ее считаем, например, для большого количества вагонов, которые там превышают, ну, по нашим, в масштабах нашей стороны, там, более 10 тысяч вагонов, да. То есть, ранее у нас, соответственно, с точки зрения решения такой задачи использовался только один процесс, да, и, в общем-то, там, в случае с какого-то, с точки зрения мощной аппаратной платформы, да, то есть, допустим, там, процессор там с 8, с 10, с 12 ядрами, то есть было задействовано одно ядро, и все это считалось последовательно. Теперь, в общем-то, появилась опция, это многопоточный расчет, который позволяет разделить все наши 100 тысяч объектов, да, и посчитать, например, при там 8-ми ядерном процессоре задействовать все 8 ядер, посчитать в рамках каждого ядра, ну, 100 тысяч на 8, да, то есть по 25 тысяч, то, соответственно, там сокращает процесс расчета в 8 раз, да, в 8 раз. Ну, вот, например, на экране у нас сейчас представлен там пример, да, то есть в рамках однопоточного расчета, это у нас такой расчет, то есть для этой формулы, для более 100 тысяч вагонов составлял там более 15 секунд, да, в рамках многопоточного потока, ну, у нас здесь 4-х ядерный процессор, да, это время сокращается там до 5 секунд, с учетом там, ну, наклонных расходов на извлечение и сохранение данных. Ну, давай вот покажем, то есть вот мы включили опцию многопоточный расчет, запускаем, запускаем расчет. Единственное, конечно, при использовании этого механизма важно понимать, что это действует только для того случая, когда у нас, соответственно, когда у нас, соответственно, так, ну, здесь, наверное, сервер загружен, да, время получше чуть побольше, ну, все равно не 15 секунд, а гораздо существенно быстрее, да, существенно быстрее. Важно знать, что эти механизмы только справедливы, когда однотипные алгоритмы считаются для большого количества рассчитываемых объектов, да, неважно, это у вас юрлица, там, допустим, миллион юридических лиц, да, вы для них всех считаете одинаковую форму, то есть какие-то дочерние общества, вагоны, как в данном случае, да, и так далее. То есть тот алгоритм, который можно параллельно разделить для однотипных объектов. Ну, и, наверное, последнее, о чем хотелось в рамках инструмента аналитики рассказать, это появление нового компонента, нового компонента под названием «Дерево решений». Под названием «Дерево решений». Значит, это новый компонент, новый компонент, как бы новый тип объект метаданных, объект метаданных, который позволяет в рамках графической схемы настраивать решение любых логических задач, ну, вот в виде такой последовательный блок схемы ветвлений и деревья, да, то есть вот, ну, например, здесь представлен такой тоже простой пример по решению того, да, то есть в рамках хоккейного матча, был ли или не был забит гол в ворота противника, да, в ворота противника. То есть на вход подается значение ответа на 4 вопроса, это там, пересекла ли шайба линию в ворот, там, от кого была шайба зашла в ворота, там, от судей, от своего игрока, от врага противника, ну, и так далее. То есть вы задаете на вход энное количество параметров, да, которые также настраиваются, ну, и, соответственно, дальше конструируете логику расчета, логику расчета, да, можете запустить, соответственно, ну, во-первых, логика расчета, она конструируется в виде узлов, да, вы можете дополнять и расширять эти узлы, то есть добавлять там новые ветвления, новые циклы, условия и так далее, да, то есть работать с зарегистрированными в рамках графической модели, логической модели переменных, да, ну, естественно, задав входные параметры, запускать значение, ну, вот результат, да, система говорит нам, что, да, при заданных условиях в гол может быть защита, да, защита. Ну, в принципе, это такой достаточно как бы простой пример, но дальше мы планируем активно использовать его в решении разных, в решении вообще разных задач, да, то есть планируем интегрировать этот инструмент с системой голосового управления, да, или текстового управления, например, там, пользователь говорит текстно, там, построим мне график, там, за такой-то, такой-то, там, график продаж за такой-то, такой-то период, да, то есть система, проходя эту логику обработки текстового запроса, получает конкретные отметки к источнику данных и конкретные условия, накладываемые на визуализатор. То есть в результатах это может быть как бульновское значение, так и сложная, например, кубовая отметка или выполнение какого-то макроса с параметрами. Дальше в различных сценариях этот инструмент можно использовать, с одной стороны, и с другой стороны вся эта логика представлена в виде графической аннотации, понятно, простому бизнес-пользователю и может быть расширяемо и адаптируемо даже неподготовленным с точки зрения программирования специалистов. Так, ну вот, коллеги, наверное, это второй блок, продвинутая аналитика. Если, наверное, какие-то, коллеги, вопросы по этому блоку есть, я тоже предлагаю их сейчас обсудить и уже перейти к третьему блоку. Да, Костя, вопросы есть. Первый вопрос. По аналитическим панелям вопрос. Возможно ли экспортировать панель во внешние файлы с полным сохранением настроенного отображения данных? Ну, тут, наверное, вопрос. Продвинутые аналитики слабо относятся? Ну, да, можно. Мне казалось, это... Всегда такая функция существовала. Да, можно. То есть панели экспортируются в... Ну, как минимум, неплохо экспортируется в PDF, в PPT. Ну, так же, в Word, Excel. Ну, надо понимать, что там, с учетом особенностей этих продуктов... Ну, графический файл, да, хорошо экспортируется. Там экспорт в Word и в Excel, ну, может быть, как бы связан с определенными особенностями, но функционирование, скорее всего, тех продуктов, куда экспортируется. Это в продуктах Word и Excel. Ну, значит, там, в общем-то, логика разметки там совершенно иная. Спасибо. Можно ли периоды расчета определять от параметров атрибутов? Ну, нет. В текущей реализации параметр определяется жестко, и мне кажется, это несколько не имеет смысла. То есть все-таки в нашем понимании возможность создавать датозависимые версионные формулы, период использования формулы, он четко определен. Ну, то есть с точки зрения проектной деятельности, мне казалось, что процесс следующий. То есть интегратор приходит к заказчику, заказчик выдает четкую выводику, да, следующего там вида, что там с нулевого по десятый год формула расчета там такая-то, дальше там, не знаю, форма отчетности изменилась с десятого по пятнадцатый, там формула такая-то, там, потом дальше опять форма исходная поменялась, ну, и так далее, да. То есть он имеет на входе четкий алгоритм, этот алгоритм, он зашивает, он зашивает как раз в конструировании формулы. Ну, наверное, вопрос хороший, я думаю, что таких планов у нас не было, но давайте, я думаю, мы как вендоров думаем. Вопрос, наверное, в твоей мере интересный. Спасибо. В примере временные границы действия формул блока расчета заданы фиксированно. Имеется ли возможность задавать временные границы от параметров, атрибутов, вычисляемых условий? Ну, нет, еще раз повторюсь, это вопрос, в принципе, с предыдущим, то есть нет. То есть сейчас границы задаются жестко. Ну, еще раз скажу, наверное, вопрос неплохой. Я думаю, мы возьмем его на заметку и обдумаем. Спасибо. Планируется ли развитие интерфейсов исследовательских задач в продвинутой аналитике, подобно анализу временных рядов и табличному режиму? Какие планы у Форсайта на поддержку и развитие контейнера моделирования? Ну, с точки зрения, смотрите, с точки зрения бэкэнда, ядра, да, ядра, то есть алгоритм расчета, он, в общем-то, построен на контейнере моделирования, да, и все API-функции, которые присутствуют в контейнере моделирования, они используются и развиваются, развиваются уже в рамках нового инструмента, это конструктор моделей и алгоритмов. С точки зрения визуальной части, визуальной части нет, то есть, ну, GUI, все-таки наш приоритет – это конструктор моделирования, развивать интерфейс контейнера моделирования мы не планируем. Коллеги, спасибо за вопросы. Есть ли еще вопросы? Так, еще вопрос. По исследовательским задачам не было ответа. Планируется ли развитие интерфейсов исследовательских задач в продвинутой аналитике, подобно анализу временных рядов и табличному режиму? Нет, тут, наверное, вопрос скорее, ответ, вернее, скорее отрицательный, то есть, пока, все-таки, пока мы смотрим в рамках краткосрочных планов, да, это больше на развитие различных логико-арифметических, да, механизмов, в том числе и датозависимых, и второе – это задачи вот линейной, ну, решения оптимизационных задач, да, и вот логических задач, то есть, с точки зрения, с точки зрения анализа больших данных, у нас на текущий момент в платформе уже существует, да, по сути, ну, все методы датамайнинга, да, они могут быть настроены как на многомерные источники данных, да, так и на революционные источники данных. В принципе, мы видим, что для текущего уровня задач, ну, которые, проектные, да, практически задачи, которые к нам приходят, ну, это в большей мере достаточно, поэтому каких-то краткосрочных планов у нас нет. Нет. Я думаю, вот в рамках нашего ежегодного мероприятия, да, Foresight Day весной, ну, мы анонсируем там нашу новую дорожную карту. Я думаю, к этому периоду мы, ну, более детально и глубоко еще раз обдумаем этот вопрос. Если такое мнение будет, то дальнейшее развитие на среднесрочную годовую перспективу, да, то есть на 20-й год, ну, соответственно, мы отразим в рамках дорожной карты. На 19-й год каких-то серьезных планов в этом направлении не было. Константин, спасибо за ответы. Коллеги, если у вас еще есть вопросы, задавайте. Костя, пока вопросов нет. Так, ну, хорошо, да. Если вопросов нет, давайте, наверное, тогда перейдем к третьему, к третьему блоку. К третьему блоку – это интерактивные формы ввода-вывода. Ну, здесь, соответственно, у нас большой круг доработок в разном направлении, причем хотелось бы, наверное, сразу отметить, что это не исчерпывающий список наших доработок, да, то есть мы вынесли наиболее важные. Так, ну, давай, наверное, будем подключаться. Так, наиболее важные, наиболее важные. Сейчас мы, коллеги, обновим экран, обновим экран, да. Ну, наверное, хотелось бы поговорить о разных новых возможностях, да, или направленных новых возможностей. Показать мы их хотели, значит, на примере тематики, связанной с работой кредитных организаций. То есть вот для вебинара мы подготовили специализированную форму, специальную форму – это данные оборотной сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета. Это так называемая форма 101, 101, да, по коммерческим организациям. Информация по этой форме, она представлена в открытом доступе в виде веб-источников на сайте центрального банка cbr.ru, да. В рамках вот апробации наших других инструментов, это инструментов ETL, REST-источников, да, то есть работы с веб-сервисами, которые мы также анонсировали весной этого года, да. То есть в рамках вот нагрузочного тестирования мы внутри компании реализовали такой коннектор, да, загрузили данные. И вот сегодня, наверное, хотели бы на примере этого источника данных показать пример работы с формами ввода, да, с формами ввода. Ну, еще раз повторюсь, это реальные данные, закачанные, открытые реальные данные, закачанные с сайта Центрального банка России по Сбербанку, да, данные. Ну, Таллы подтверждают, да, что по Сбербанку. Вот, наверное, хотелось бы основные возможности показать. Ну, первое направление, да, первое направление работ, это, ну, давайте, наверное, самого простого, да, то есть это возможность транспонирования табличной области, да, то есть, соответственно, появилась возможность там, ну, буквально за один щелчок, за один клик мыши транспонировать таблицу, транспонировать таблицу и менять местами шапку и боковик, да, и боковик. Следующая интересная возможность, это появилось подобно функции в Excel, это, соответственно, у выделенной области рассчитывать различные параметры. Обратите внимание на экране внизу, это среднее, это количество, минимум, максимум и так далее. Ну, то есть, примерно как в Excel, то есть, интересует нас какое-то значение данных диапазона, выделяем и получаем, и получаем. Значит, следующее направление работ, ну, это такие, скажем так, опциональные вещи, также, значит, дополнительно с точки зрения индикации у всех агрегируемых значений, все агрегируемые значения помечаются соответствующим маркером, да, это знаком равно. Ну, вот мы видим, например, что первые 10 столбцов, да, в нашей таблице, в нашей таблице, это является агрегатом динамики, ну, то есть, данную форму мы построим следующим образом. Значит, правая часть формы, это представлены входящие остатки, оборот по дебету и по кредиту в рублях и в инвестиционной валюте формы 101, да, в соответствии с планом счетов бухгалтерского баланса кредитных организаций за январь и февраль 2018 года. Еще раз повторюсь, там данные реальные, загружены открытые данные с сайта Банка России по Сбербанку. И также первые 10 столбцов, это представлена агрегация, агрегация настроена, агрегация за как раз эти первые два месяца, то есть, сумма за январь и за февраль. Все агрегаты, которые являются расчетными, они представлены, проиндикатированы соответствующим значком, да, мы видим, что первые 9 колонок, они представлены как сумма. С точки зрения настройки этой таблицы, да, мы понимаем, что она состоит там из нескольких источников, да, исходных данных первичных и агрегатов. У пользователя появилась возможность достаточно гибко управлять количеством выводимых источников. Вот появилась новая кнопка на рибане, это показать структуру формы, которая, соответственно, позволяет определить, какие источники будут выводиться, а какие не будут выводиться в рамках нашей формы. Да, доступна как в режиме редактирования, так и в режиме просмотра. То есть, интересуют нас агрегаты, можем оставить только агрегаты. Интересуют нас как агрегаты, так и исходные значения, да, можем оставить исходные значения. Плюс можем перемещать структуру источников, что, соответственно, позволяет нам гибко настраивать эту форму, причем, еще раз повторюсь, в режиме просмотра. И эти опции, ну, эти и многие сейчас другие опции, сохраняются для конкретного пользователя индивидуально, да, для конкретного пользователя индивидуально. Соответственно, можно настроить, ну, один пользователь выводит все колонки, второй пользователь выводит только агрегаты, третий выводит только исходные данные. Дальше каждый, заходя в режиме просмотра, видит, соответственно, свои настроенные параметры. Сохраняется вывод показателей, сохраняется возможность настройки цветового оформления. В разделе формат, то есть вы можете для той или иной области, для всей таблицы, для боковика, для колонки, то есть для отдельной колонки определить цветовое значение. Допустим, кто-то пациент настраивает красный боковик, а не синий. Ну и, соответственно, такой боковик для каждого пользователя будет персонально сохранен. Так, дальше, значит, интересная возможность появилась в плане нумерации как строк, так и столбцов. Ну, соответственно, сейчас в рамках нашей формы, обратите внимание на нумерацию боковика. То есть она у нас сейчас представлена в иерархическом виде. То есть мы видим первый уровень – это установленный капитал банка. Он пронумерован цифрой 1. Далее в нем следует подразделы «Устной капитал банка России» цифра 1.1. Ну и так далее. И то же самое второй раздел – «Устной капитал кредитных организаций», там и средств Российской Федерации, и субъекты РФ, госорганов, ну и так далее. То есть сейчас, соответственно, настроена иерархическая нумерация, да, то есть каждый новый уровень добавляется соответствующим новым разделам, ну и так далее. Можно применять, допустим, переключить его там на буквенную, на циферную, ну, примерно как в Microsoft Word, да, то есть на любую аббревиатуру, это первое. Или сделать, например, не иерархическую, а сквозную нумерацию. Тогда мы видим, что у нас сквозная нумерация начинает становиться 1, 2, 3, 4, 5, а не 1, 1, 1, 1, 2 и так далее. То есть можно управлять отступами, ну и так далее. То есть, в общем-то, можно задать гибкую и произвольную нумерацию как для строк, так и для столбцов. Как для строк, так и для столбцов. Так, дальше. Значит, с точки зрения, значит, нумерации, давайте дальше. Появились дополнительные опции для инструмента группировки, группировки форм, группировки, значит, боковика. Ну, в частности, например, для структуры боковика появилась такая возможность, как скрывать пустые значения атрибута. То есть, ну, все, наверное, помнят тот пример, о котором мы рассказывали, да, когда у вас есть список организаций. Список организаций, там, каждая организация привязана к какому-то региону, а часть организаций по какому-то причине, там, к региону привязаны не были. Для них, соответственно, выводилось пустое значение, ну, вот мы сейчас такой, условно, на данной форме выраженный пример сделали, да, например, у основного капитала банка у нас атрибут не установлен, да, мы видим пустое значение. А для Российской Федерации, да, там, и госгослужащих, там, других источников финансирования атрибут привязан, мы видим, что у нас есть где-то группировочные элементы остались пустые. Ну, мы, соответственно, можем включить опцию скрытия пустых, скрытия пустых ячеек, скрытия, вернее, пустых элементов, да, но видим, что они пропадают, что они пропадают. Так, ну, наверное, по формам ввода тут показывать можно долго, да, время наше уже подходит к концу, я бы хотел четвертый блок охватить. Ну, наверное, с точки зрения направлений по формам ввода, сейчас мы движемся по четырем основным направлениям, то есть это вот направления, связанные как бы с возможностью персонализации, персонализации, да, форм ввода, чтобы те настройки, которые пользователь произвел для себя, да, произвел для себя, то есть это вот управление отображением, да, источников, это там, цветовое оформление, вот сейчас работаем над сохранением фильтров, чтобы настроенный фильтр также могли сохраняться, да, там расположение эспандеров, ну и так далее. Первое, например, это чтобы, в общем-то, все проделанные с формой настройки сохранялись персонально под пользователя, под пользователя, да, то есть второе, это вот адаптируем различные инструменты группировки и агрегации, группировки и агрегации, да, то есть есть в планах возможность подключения и написания формул, то есть сейчас у нас алгоритм расчета ложится поверх форму ввода, да, и отображается формула расчета, также есть в планах поработать на опциональность возможностей заведения формул, прямо как в Excel, да, в редакторе там А1 плюс В2 и так далее, и так далее, да. Ну и, наверное, как бы следующее направление, да, это возможность повышения опциональных возможностей работы с формами ввода, да, то есть это различные расширения различных опций. Так, ну по формам ввода, наверное, по-крупному все, да, по-крупному все, еще раз повторюсь, там работа достаточно большой, наверное, если всех показывать, то это, наверное, тематика целого отдельного вебинара. Так, Анна, есть ли по формам ввода вопросы? Да, вопросы есть. Да, хорошо. Можно ли создать нумерацию столбцов с учетом видимости столбцов, то есть чтобы скрытые столбцы пропускались? Ну да, конечно, да. Хорошо, следующий вопрос. При автоматической нумерации в формах ввода можно ли задать правило пропуска нумерации для конкретных строк и столбцов? Нет, нет, нет. То есть нумеруются все видимые столбцы по заданной условии иерархии, то есть это сквозные, иерархические и так далее. А зачем? Я просто не вижу в этом смысла. Ну вот и что, вопрос интересный, я думаю, мы его зафиксируем и внутри обстоятельств. Следующий вопрос. При автоматической нумерации в формах ввода можно ли задать правило… А, это уже повторяю. Можно ли… Ага. Возможно ли отображение карты и статуса бизнес-процесса, представление расчетной модели, дерево решений в вебе? Есть ли возможность встраивания новых компонентов FAP в форм ввода и других в собственное веб-приложение? Как, например, это можно сделать с регламентными отчетами, а лап-аналитическими панелями? Возможно ли отображение карты и статуса бизнес-процесса, представление расчетной модели, дерево решений в вебе? Ну, статусы бизнес-процесса – это да. То есть, смотрите, с точки зрения давайте разобьем ответ на несколько частей. То есть, первое, что были статусы бизнес-процесса, да? Отображение карты и статусы бизнес-процесса, представление расчетной модели. Да, то есть, бизнес-процесс может быть представлен, среда исполнения, да, то есть, может быть представлена в вебе, это такая возможность присутствует. Можно посмотреть, то есть, мониторинг исполнения бизнес-процесса, посмотреть запущенные процессы, посмотреть текущее состояние в виде графа, увидеть выполненные шаги, невыполненные шаги, еще, да, отклоненные шаги и так далее. В средстве средствовой легенды. Также существует в настоящее время возможность представления всех статусов, шагов в виде самостоятельного датасета, то есть многомерного куба, на котором можно строить уже, в общем-то, произвольные отчеты стандартными средствами отчетности. Можно этот источник прикрепить в форму ввода, в регламентный отчет, в АЛАП и, соответственно, отобразить в том числе любыми средствами отчетности и провести различные аналитические обработки, то есть подсветить, например, просроченные шаги, если такой статус выводится, про всякие агрегаты, сколько шагов выполнено и так далее. Есть, он работает как с обычной отчетностью. Все метаданные бизнес-процессы представляются многомерным источником куба, мы с ним дальше-дальше работаем. Это по бизнес-процессам. Вторая часть вопроса, Аня, что было еще? Представление расчетной модели дерева решений в вебе. Или это ты ответил, да? Расчетная модель, алгоритм расчета, он сейчас в вебе представлен, может быть представлен для исполнения конструктора. Нет, в настоящий момент конструктор модели не представлен в вебе, то есть конструирование. Но внутри компании мы сейчас ведем большую активную работу по как раз созданию периода всех конструкторов из десктоп-версии в веб-версию. То есть я думаю, наверное, на Foresight Day о наших успехах в этом направлении мы расскажем. То есть там планируется перевод всех инструментов, это и конструктор модели, и ETL, и конструктор многомерных объектов, справочники, кубы, и рекламентный отчет. Вот такие работы мы сейчас проводим. С точки зрения дерева решений нет. В текущей интерпретации пока это десктоп-реализация, да, конструирование дерева, а исполнение, в основном оно исполняется через SDK, да, то есть через API. То есть тут настроенный граф, это графический пример, как бы у визуализации графического исполнения он не имеет, он имеет только графический режим конструирования. Спасибо. И продолжение вопроса. Есть ли возможность встраивания новых компонентов в платформы, форм ввода и других в собственное веб-приложение? Как, например, это можно сделать с регламентными отчетами? Можно, но для этого необходимо в том числе и разворачивание конструктора бизнес-приложения. То есть форма ввода может быть выведена как самостоятельный, ну, фрейм, как самостоятельный фрейм, но для этого помимо веб-сервера и BI-сервера еще должен быть на сервере инсталлирован конструктор бизнес-приложения. Ну, веб-часть конструктора бизнес-приложения. Спасибо. Еще вопрос. Как правило, нумерация столбцов начинается с первого столбца таблицы, а не области данных. Можно ли нумеровать столбцы, начиная с боковика? Можно, да. Так, еще вопрос. Можно ли в рамках персонализации форм скрыть для какого-нибудь пользователя отдельные значения и ячейки и дать возможность вводить только то, что ему доступно? Ну, конкретную ячейку скрыть, наверное, нельзя. Все-таки надо понимать, что форма – это пересечение строк из столбцов, да, и скрыть можно или конкретную колонку, или конкретную строчку, да, то есть исключить из таблицы. С точки зрения колонок сейчас это реализовано, да, с точки зрения строк, ну, мы все-таки в этом не видим большой необходимости. Все-таки мы ориентируемся на то, что в большинстве случаев таблица представлена, то есть в боковике это какие-то объекты, да, а по столбцам это в основном идут показатели. И исключаются все-таки в основном показатели для всех объектов, да, те, которые нужны. С точки зрения ячейки управлять, ну, скрыть ее нельзя, да, можно скрыть в ней значения, и реализуется это средствами с помощью механизма сегментов, да, сегментов, да, который позволяет разграничить права доступа до конкретной ячейки каждого отчета. То есть ячейка останется, но будет ли там отображена цифра, и будет ли она отображена цифра, например, только на просмотр или только на изменения, это реализуется через сегменты доступа, которые являются самостоятельным объектом платформы и которые ассоциируются с тем или иным источником данных. Спасибо. Еще вопрос. Как скрыть показатель в зависимости от прав пользователей? Как скрыть показатель? Ну, скрыть показатель можно сейчас двумя способами в платформе. То есть первое – это включить в рамках справочника дискреционный способ раздачи прав доступа, и конкретно для каждого элемента указать, соответственно, правила. Виден он этому пользователю или не виден, и может он его редактировать или не может его редактировать. И второй способ – это использовать ABAC-правила, это достаточно новая функциональность нашей платформы, которую мы анонсировали примерно чуть меньше года назад, которая позволяет управлять правами не жестко, этот вижу, этот не вижу, а на основе значений атрибутов того или иного элемента. То есть, например, мы говорим о том, что уровень видимости элемента зависит от значения в атрибуте атрибут 1. Если там, например, значение «да», то виден, если «нет», то невинный. И тогда, соответственно, ну или там какие-то, может быть, более сложные правила, там статус, например, «черновик», «согласуется», «утвержден», и так далее. И в зависимости от уже как бы более сложных правил, которые могут упущать себе там логические операции, например, если согласован или утвержден, значит, вижу, если там черновик или согласован, значит, ну и так далее. То есть можно писать разные логические правила, которые будут управлять видимостью атрибутов на основе значения его, вернее, видимостью элемента на основе значения его атрибутов. Анна? Спасибо. На этом вопросы закончились. Возможно, будут еще в конце вебинара вопросы. Спасибо. Так, а у нас, Аня, скажи, пожалуйста, у нас по плану час или полтора? Мы еще укладываемся или мы уже... Полтора часа. Полтора часа. Так, ну хорошо, давайте, наверное, перейдем к последней нашей третьей части нашего сегодняшнего рассказа. Это именно работа с данными в оперативной памяти и применение механизмов кэширования данных и работа с in-memory. Здесь, наверное, хотелось бы анонсировать и рассказать три направления, по которым мы работаем, по которым мы работаем. То есть первое – это работа с применением технологии in-memory к справочникам. То есть первое – это работа с технологией in-memory со справочниками. Второе – это работа с агрегированными данными в in-memory. И третье – это реализация многопользовательской работы с кэшем для разных... для разных... ну, с одним кэшем для разных... для разных пользователей или для разных BI-серверов. Ну, первое – я хотелось бы, наверное, рассказать про кэширование справочников in-memory. То есть, как вы помните, около года назад мы анонсировали, даже, наверное, полтора года назад мы анонсировали такую возможность применения ее к кубам. К кубам, да, то есть, ну, вот теперь мы расширили эту возможность и теперь аналогично... Все, наверное, помнят, опять же, там, наш пример из сказного примера, когда кейс по открытию, там, порядка 80 тысяч компаний, там, без кэша выполнялся, там, около минуты, да, выбирая данные, там, из порядка 200 миллионов таблицы с 200 миллионами записей, да. Ну, такое извлечение данных, там, выполнялось чуть менее минуты, да, а применение нашего технологии кэширования, да, технологии in-memory позволяло с такими запросами уже работать, там, за считанные секунды, порядка, там, 5 секунд. В общем-то, эту же технологию сейчас мы применили и для работы со справочниками, со справочниками, да, ну, вот, например, мы представили пример, да, когда у нас реестр организации, а это тот реестр, который обрабатывается в рамках открытых данных Росстата, да, по которым Росстат публикует бухгалтерскую отчетность, это порядка 3,5 миллионов записей, там, с набором атрибутов около 10, да, в исходном виде, да, то есть извлечение данных и построение такого справочника занимает, там, более, около 2,5 минут, да, около 2,5 минут, да, в случае же, как бы, применения к нему технологии in-memory, которые вот за последние полгода мы реализовали, открытие такого справочника производится, там, в районе 15 секунд, да, 15 секунд, ну, и при этом из них надо понимать, что там большая часть, это в основном происходит именно уже визуализация данных, да, непосредственно, само построение справочника занимает, там, считанные секунды. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит, да, то есть теперь у справочников у вас также появился закладка кэш, да, кэшируемый объект, то есть вы создаете этот кэш, создаете этот кэш, в принципе, с кэшем, с точки зрения НСИ справочников, он, как бы, как работает как на чтение, так и на редактирование, то есть изменив какие-то атрибуты, элементы, кэш у вас также автоматически обновляется, автоматически обновляется, ну, и, соответственно, с точки зрения открытия, давайте посмотрим, сколько такой справочник будет у нас открываться, надеемся, что у нас все получится, так, ну, буквально там, да, даже, в общем-то, быстрее, чем я рассказывал, да, порядка нескольких секунд, так, ну, давай кэш-алтер почистим, в всякий случай, для чисто эксперимента, ну, все, полностью очищаем кэш, который локальный, который хранится в рамках сессии, и давай попробуем открыть его еще раз, все, теперь у нас кэша вообще в рамках сессии не было, применяется только кэш-эн-мэмори, ну, да, вот он стал быстрее, вернее, подольше. Ну, вот, как я и говорил, да, 15 секунд, ну, соответственно, как бы линейный список справочников, да, линейный список, вернее, элементов, там, всего, ну, вот снизу обратите внимание, то есть 3 миллиона 672 тысячи и 8 записей, да, то есть есть разные, разные типы атрибутов, строковые, числовые, там, ну, и так далее, вот, и так далее. Ну, в целом, как бы, по результатам нашей нагрузки, там, скорость открытия таких справочников увеличилась, там, ну, в разных ситуациях, там, количество элементов, количество атрибутов, там, от 5 до 15, до 15, как бы, раз, да, до 15 раз. Вот, соответственно, как бы, такие технологии тоже можно применять, и теперь можно, мы, наверное, можем говорить о том, что вся модель, вся наша логическая модель, да, это и многомерная кубовая, и справочная, да, информация, она полностью поддерживается in-memory, и, соответственно, может с ней, можно с ней работать, причем она доступна как на чтение, да, что, в принципе, там, поддерживает многие, например, инструменты, там, биоинструменты, там, соус-сервис, биоинструменты, такие, как клик, табло, так, в принципе, наши технологии еще к этому, плюс к этому поддерживает и возможность онлайн-редактирования такого кэша. Следующая возможность, о которой хотелось бы рассказать, это кэширование агрегированных данных в случае, соответственно, когда матрица исходных данных сильно разряжена, сильно разряжена, ну, вот, например, вот мы подготовили пример, да, это примерно здесь источник, да, в котором, ну, несколько измерений, там, 10 тысяч на тысячу, то есть, ну, полное декартовое произведение составляет, там, больше миллиона ячеек, больше миллиона ячеек, да, но при этом данные идут, как бы, не полное заполнение, а данные очень сильно разряжены, то есть, если мы фильтруем нашу матрицу, видим, да, что, там, этот миллион свернулся, там, ну, несколько десятков, несколько десятков тысяч ячеек, да, тысяч ячеек, соответственно, без кэша, ну, произведенность расчета таких матриц ранее, она была достаточно, как бы, длительно, длительно, да, и достигала, там, ну, чуть-чуть более полуминуты, да, теперь, ну, соответственно, как мы видим, работа с такими типами агрегаций, да, в случае высоко разряженных матриц, она происходит достаточно за очень быстрое время, да, быстрое время. Это вот второе направление, которое нам удалось реализовать в плане in-memory, ну, и третье, третье направление деятельности, да, третье направление деятельности, да, это поддержка работы с кэшем для нескольких одновременных, для нескольких одновременных сессий, да, то есть это может быть как десктоп, несколько десктоп клиентов, да, и возможность работы, как бы, в кластере, в случае, например, с кластером нескольких BI-серверов, да, с кластером нескольких BI-серверов, да, ну, как вы, наверное, знаете, да, то есть наш кэш построен по двухуровневому принципу, то есть сначала все данные кэшируются на жестком диске, и дальше по мере необходимости в оперативную память поднимается тот объем данных, который нужен для текущей работы. Это позволяет с точки зрения экономии существенно сэкономить на аппаратной части, естественно, закупать не кучу оперативной памяти, слоты, которые совершенно дорогие, а закупать только жесткие диски. Это, наверное, одна из отличительных особенностей, например, от того же Oracle BI, который все данные хранит в оперативной памяти, что является более затратной с точки зрения закупки железа. С точки зрения нашей реализации, соответственно, теперь не один… Реализация предыдущая, ксюра, на том, что один процесс мог работать только с одним файловым шамдай, к файловому кэшу не могло подключиться сразу несколько процессов, что делало невозможным использование этого кэша в высоко нагруженном кластере, в отказоустойчивом кластере, когда, соответственно, было не один BI-сервер, а система BI-серверов, потому что кэш должен был быть общий, а работать с ним было невозможно. Вот, естественно, это недостаток в рамках текущего апдейта мы устранили. Мы устранили теперь на один файловый кэш, кэш можно подключать к нему сразу неограниченное количество подключений, то есть это может быть кластер из двух серверов, из пяти, из десяти и так далее, что, в общем-то. И с этим кэшем он может работать так же, как на чтение, так и на извлечение данных. Ну, на чтение, вернее, и на сохранение данных. Вот, ну, показывать тут, в общем-то, наверное, сейчас систему мы не будем, но я думаю, принцип работы в целом понятен. Так, ну, наверное, возвращаясь к нашей презентации, вот про InMemory тоже вкратце мы рассказали, еще раз повторюсь, то есть первое – это кэширование справочников в InMemory, что, честно, ускоряет работу с большими справочниками, со справочниками с большим количеством атрибутов. Это оптимизация в плане агрегации кэширования, агрегированных данных для высокоразряженных таблиц. И третье – это возможность работы с кэшем нескольких сессий, да, нескольких сессий или нескольких BI-серверов. Это вот, соответственно, три направления в области InMemory. Анна, какие-то вопросы по этому блоку или, может быть, по остальным? Костя, спасибо. Спасибо, коллеги. У вас есть возможность задать вопрос голосом, если у вас есть такое желание. Шамиль, ты можешь задать вопрос сам. Шамиль, если ты разблокируешь свой микрофон, ты сможешь задать вопрос сам. Хорошо. Вопрос от Шамиля. Является ли кэш внутри одного BI-сервера межсессионным? Ну, с текущего апдейта – да. То есть, ну, я бы даже рекомендовал, наверное, кэш делать не на каком-то одном из BI-серверов, а с точки зрения отказа устойчивости выносить его вообще на отдельный сервер. То есть, у нас работает оркестратор, да, оркестратор-балансировщик, который переключается между несколькими BI-серверами. И все эти BI-серверы обращаются на еще один дополнительный сервер, где лежит кэш. Сейчас мы рекомендуем такую конфигурацию использовать. Коллеги, еще какие-то вопросы, может быть, в целом по вебинару? Ну, вот больше вопросов я не вижу. Спасибо большое за поступившие вопросы всем. Костя, спасибо за рассказ. Что-то еще, может быть, ты хочешь сказать? Ну, коллеги, наверное, хотелось бы всех поблагодарить присутствующих за проявленный интерес к нашему продукту. И также еще раз напомнить, что в ближайшее время мы планируем еще проведение ряд вебинаров, связанных там с нашей продуктовой тематикой, да, при главных продуктах, там, рассказать о изменениях в продуктах, рассказать о наших там уже в настоящий момент там реализуемых или реализованных проектах, да, успешных. Ну, и также провести вебинар в плане нововведений части мобильной платформы, писать мобильная платформа. Поэтому здесь, коллеги, всем этим интересно, просьба следить за анонсами на нашем официальном сайте. Также отдельное приглашение на эти вебинары будет опубликовано. Анна? Анна, коллеги, спасибо еще раз. Я напомню всем присутствующим, что у нас 5 декабря запланирован вебинар по реализованным проектам в сфере ТЭК. Вы можете зайти на наш сайт, в раздел «Мероприятие», там уже опубликован анонс этого вебинара, и при желании зарегистрироваться и прийти через неделю. Спасибо большое за участие. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...